Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Можно ли окрестить ребенка, если один из родителей не крещен и против крещения ребенка? Но если один не крещен, это не препятствие крестить ребенка. Он не виноват, что взрослый его родитель, один из них, а то и два, не желают принять веры. Хотя, быть может, желают ее для своего ребенка. И так бывает. По жизни мы, мол, ломоть отрезанный горбатого, мол, могилы исправить, свою жизнь я менять не хочу. А уж дитя невинное пускай развивается под покровом Божьей благодати. И такое бывает, хотя и не часто. Разумеется, родители призваны теми сокровищами, которые имеют, делиться со своим потомством. И в ком сокровища веры отсутствует, тот, как правило, и для ребенка своего не ищет этого благодеяния. Благодеяние или не считает это благодеянием. Отговаривается от вопросов со стороны какими-нибудь пустыми доводами. Когда вырастет, сам выберет. Когда вырастет под влиянием определенных других духов и учений, уже поздно будет выбирать. Иногда бывает так, что уже поврежденные всякими демоническими лжеучениями в юности человек надолго приобретает иммунитет от правой веры. Поврежденные оккультизмом и всякими современными демоническими культами бывают уже как бы глух к слову истины. Так жестоко приходится расплачиваться за заблуждение юности. Поэтому такие отговорки неопределившихся духовно родителей, это, конечно, погибельны. Очень часто могут быть для дела воспитания ребенка в вере и благочестии. Так что крестить ребенка в православии, при том, что кто-то из родителей неправославный, конечно же, можно. Но надо понять цель крещения. Это не только формальный вход в церковь, приобщение к божественной жизни, но это и жизнь по вере. Если крестить ребенка и в связи с определенными обстоятельствами недоброжелательства к этому действию, к этому событию со стороны каких-то других родственников, вы не сможете дать ребенку христианское воспитание. И получится, что искупленный Господом и посвященный Ему, облеченный в белоснежные ризы вечного спасения по ходу своего взросления, научится только осквернять эти ризы, а вовсе их не беречь, и не умножать благодать Божию на душе своей, а разорять ее, то зачем было крестить ребенка для того, чтобы впоследствии повергнуть святыню в грязь и бисер попрать свинья той нехристианской жизни, которая ему предстоит в обществе активного антихристианина, предположим, и тайной христианки, которая не сможет ни воспитывать его в вере, ни причащать ребенка, ни другими делами благочестия взращивать в нем не просто сильный и рассудительный организм человеческий, но и насельника грядущего небесного царства, подлинного не козлища, а овечку стада Христова. Так что надо так рассчитать дело крещения ребенка, чтобы вместе с крещением, при котором необходимо участие крестного для мальчика, крестной для девочки, далее все силы души своей посвятить подлинному христианскому воспитанию в вере и благочестии. А ситуация, когда вымытая свинья идет валяться в кал тинный, и пес пожирает свою же изгвернутую им пищу рвота, которая опустошила его желудок, вновь оказывается им пожираема, вот образ принятия крещения, без последствующей ему христианской жизни. Так что вот это все взвесив, потому что бывает, что, может, папа и не за, или мама, но не будет препятствовать христианскому воспитанию ребенка, тогда надо так и поступать. А вот вопрос бабушек, я секретно покрещу, если только, конечно, нет угрозы смерти для ребенка, тогда нужно всеми правдами и неправдами крестить, конечно же, как напутствие христианское, как для вечной жизни благонадежное состояние расстающегося со временной жизнью ребенка или взрослого. Ну, для взрослого тут особые условия, он должен исповедовать Христа. Спаситель должен веровать в Него, и тогда может и накануне исхода из временной жизни срочно принять крещение даже не от священника тогда, а от какого-то православного христианина, который оказался рядом в этот трагический, но очень важный момент. А вот то, что касается крещения ребенка, должно быть тесно связано с возможностью его христианского воспитания. Вот из этого и сходите, когда можно, когда нельзя, когда нужно, а когда еще нужно и подождать, так покрестите, чтобы вырастить христианина, а не так, как у одного из наших полусоветских, полулиберальных демократических лидеров, который говорил о себе. Мои отношения с церковью закончились в день моего крещения. Первый президент, по-моему. На России так о себе высказывался, и это печальная и трагическая ситуация. К сожалению, участь многих из наших соотечественников, когда-то крещенных, но потом никогда не причащенных, именующих себя христианином, но никогда не учившихся и не хотящих жить по-христиански. От этого да сохранит Господь и нас, и наших детей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok